Кто-то есть. Он так помят. Ух ты! Всем привет! Я уже выехал, так что сразу делаю. Сейчас поеду по одному из самых длинных тоннелей в городе на велике. На машине он преодолевается примерно за 3 минуты. На велике это будет походу страшно. И бедная моя дыхалка всеми этими выхлопами дышать и пылью. Но мне надо на ту сторону просто попасть как раз. И интересно по нему проехаться. На меня так дорожные рабочие пялятся. Уж не знаю, они так пялятся, что походу меня не должны пропустить. Мы как-то ехали в другой город на великах. Правда я намного младше был и нас не пускали в тоннели. Якобы там тротуара нет, значит на велосипеде нельзя. Ну сейчас посмотрим. О, показано, что он 2,6 километра. Секундомер я не включил, поэтому буду полагаться на камеру. На самом деле воздух пока чище, чем я думал. Какую-то пыль видно в тоннеле. Но дышать довольно легко. Я проехал его. Секундомер я не включил. Но по ощущениям, наверное, минут 5-6 ехал. На машине 2,5. А еду я вон в тот комплекс новостроек. Заброшенные высотки. Пешком сюда залезть вообще не проблема. А вот с великом будет посложнее. Чё ты хочешь, а? Чтоб я по кустам ехал? Ух ты, комповый стул. Чё-то здесь какие-то странноватые вещи. Я такого не ожидал. Как зашёл навязчивый запах масла. Отработки типа моторного. Прям сильный такой. Хотя на вид его не видно. По комнате. Много предметов валяется. В том числе и не строительных. Кроме козлов, строительных столов. Ещё и уже части мебели лежат. Какие-то стулья. И даже на верхних этажах предметы всякие. О! Ещё как зашёл там чемодан и чьи-то инструменты лежат свежие. И какой-то шум раздаётся. И ж вибрация по полу идёт по зданию. Чё-то как сгрохотало, как тяжёлое чё-то. Отпилили и оно упало. Возможно, что там инструменты лежат на первых этажах. Ух, блин, я в спешке поднимаюсь. Отпыхался. Короче, инструменты, что там лежат, может, кризис атакует. Кто-то пришёл и опалубку, арматуру, всё, что есть, железное, отпиливает. Вот оно игрохочет и падает. Сдавать металл, может, отятых. Ух, жалко, что их не достроили. Надо их посчитать будет. Вон они, другие. Здесь три. И там штук семь. Так что вот так, около десяти здоровых высоток. Недостроенных. Жалко, вот так что-то симпатичное заливают, строят. Кучу денег вкладывают. А потом народ, что рядом живёт, негодует. И всё это дело выпивают. Ого, что-то тут шум. Кажется, нам кто-то наверху. Надо мне на самый верх, не знаю, будет, когда заходить. Буду камеру как-то сныкать. Офигеть, какой там грохот. Офигеть. Офигеть. Продолжение следует... 21, 22... 22 этажа я насчитал. Я сейчас на предпоследнем. И сверху явно какой-то шум идёт. Там явно чё-то разбирают. И я увидел, что тут лифты уже стоят. Они могли к лифтам докопаться. Не знаю, там наверху кто-то есть. Воняет куревом. Они матерятся. И говорят с акцентом ужасным. Какие-то нерусские. И на стене надпись не подыматься. А я один. Куревом воняет аж на три этажа вниз. Шумят, роняют чё-то. Походу гады ломают металл. Блин, ну это мои предположения, что на металл что-то режут или лифты разбирают. Не пойду туда один. Это ж как грабёж чужого имущества. Они там разбирают. А я приду с камерой. Жалко очень, что я тут не один. Остатки лифта в покорёжном виде. Ух ты. Щёлкает. Тросы перегрызаны. Он так помят. Полагаю, его откусили сверху откуда-то он прилетел. В воде стоит его уже. Ну, может он не с самого верха. А здесь ещё один лифт. Стоит на уровне четвёртого этажа. Этот пока жив. Относительно. Да и лужи тут нет затопленной. Чемоданы, инструменты прям тут побросали. Куча башмаков. Комнатка. Тут дофига обуви лежит. Очень много башмаков всяких. И ещё минимум две лестницы наверх. Но эти не на самый верх идут, как я понял. Они немного выше. Вон она ещё одна. Пойду в следующий. Этот самый законченный. Пойду в средний. 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 Какие-то хрены. Хотя они там раньше меня были. Короче, зашел я во вторую высотку. Там куртки висят грязные. И занавеска. Очевидно, там кто-то живет. По сей день там голоса раздаются. Занавеска висит в комнате. Короче, людей я видел во всех трех высотках. Хотя они все недостроены. Во всех трех личностей нерусской национальности ходят. Вроде армяне. В районе 30 лет. Много курят. Ими прям такой радиус, как от них воняет. Смесь каких-то фиговых духов и курева. Ну, сейчас попробую тогда вот до тех добраться. Заодно посчитаю их. Может как-нибудь потом мне удастся на эти подняться на самый верх. Я нашел подъезд ко второй части зданий. Здесь их больше. Но здесь все серьезнее ограждено. Тут отдельный подъезд. Закрыто воротами. А там внутри стоит несколько бытовок. И так выглядит, будто их сторожат до сих пор. Ну, опять же, пешком, пожалуйста, залезай. Куча мест есть. А с великом далеко оставлять его страшно, иначе не успеешь добежать. Если кто-то начнет его откусывать. А без велика сюда ехать только на общественном транспорте. Это другая часть города. И конкретно сюда автобусы не доезжают. Ладно, сейчас поищу другой подъезд сюда. Если не найду, то придется как-нибудь потом сюда ехать. И желательно без велика. Интересно, что здесь был другой велосипедист. И он вот здесь вот на заборе торчал, заглядывал туда. А велик у него тут валялся. Ладно, поеду. Все равно один я и с великом туда не попаду. Я, конечно, это предполагал, когда туда ехал. На велике. Но, как обычно, никого из своих вытащить не смог погулять. Один работит, другой задротит. Собака с ошейником там. Объехал я это все дело по кругу, этот микрорайон. Большую петлю сделал, чтобы найти заезд с другой стороны. Нашел таки. Он такой спрятанный вообще между частных домов. На заборе надписи. Опасно для жизни. Вот запрещен. Ладно, поеду я дальше. К сожалению, по ним особо полазить сегодня не получилось. Я тут пока в этот район заехал, решил еще один адресок поискать. И смотрите, какая тут горка. Офигеть она крутая. Правда, на видео, наверное, не будет понятно. Но я сидя сюда заезжал. У меня аж колесо переднее подымалось просто так. Хотя я спокойно пытался заезжать. Тут резины многовато оставляют. Несчастные с передним приводом. Полдороги в змейстых следах резины. Едут и перед утаскивают в сторону. Сколько я колесил, так и не нашел, что искал. Зато здесь есть вот что. Восьмерка после пожара. И вот. Видимо, владелец или арендатор этого здания кому-то не угодил. У меня появилась версия. Возможно, тот, чья это хата, недоделанная, ругался на ту восьмеру, что там рядом стоит. Чтоб ее убрали. Она, может, стояла там годами со спущенными колесами. Он говорил убрать. А они типа, да она не мешает, отвянь. И может, он ее типа спалил. Или не он. Они подумали, что он и написали ему вот эти вот гадости на заборе. Классно так обратно ехать. Тут типа спуск начинается. И так прикольно. Сзади машин нету. И с горки спускаешь так легко. Капюшон сбывает аж. Приехал я уже. Сейчас буду смотреть, сколько там на секундомере. Воздух тут как будто хуже, чем в тоннеле. Тут что-то гарю какой-то пахнет дымом. Что-то я секундомер очень поздно глянул. Пока смартфон достал, в другой руке камера была. Еще ехал где-то 35. Тормоза нечем держать. Типа, обе руки заняты. Короче, здесь что-то понатыкались круги. В общем, время показывает 5.45. Но я намного позже его достал. Вон куда уехал уже. Так что где-то 4 минуты 50 секунд. Примерно так. В обратку быстрее ехать оттуда. Мне понравилось. Ладненько. Жаль, что не получилось залезть туда, в высотки на самый верх. Добрался домой. Колесил часа три. Опять все цели не выполнены. Две или три, что сегодня ставил задачи. Ну, не так, чтобы железно поехать это сделать. Ну, желаемые вещи, которые хотел сделать, все не получилось. Не первое, не второе, не возможно, а третье. Короче, как на разведку съездил. Главное, чтобы были други, с которыми можно туда ходить. И инициативу проявлять, как бы, чтобы энтузиазм был на это дело. А энтузиазм будет, если это будет кто-то смотреть, наверное, кроме меня. Ладно, всем пока. Спасибо, если досмотрели.